Это проект Итоги Бриф на канале Атамикен Бизнес. Я Кайджан Смогулов. Здравствуйте. Из этого выпуска вы узнаете. От чего надо отказаться казахстанцам, чтобы остановить коронавирус, мнение доктора медицинских наук. Почему вы можете оказаться незастрахованным в системе ФСМС, несмотря на выплаты и что делать в таком случае. Как наша страна может выбиться в лидеры по экспорту баранины и какая поддержка нужна отрасли. Почему Таджикистан и Узбекистан ставят барьеры казахстанским производителям муки и что мы на это можем ответить. Какие времена переживает сфера электронной коммерции Казахстана и какие меры стимулирования предлагают власти. Наверное, главным событием этой недели для казахстанцев можно назвать решение властей продлить карантин. Главным я его называю, потому что очень уж оно было неожиданно. Народ был уверен, что с 3 августа ограничительные меры отменят. Новостные ресурсы даже публиковали информацию, какие заведения начнут работу с понедельника. Не угадали. Утешает одно, по заверениям чиновников, карантин все же дает результаты. Прирост ежесуточной заболеваемости сегодня снизилось 4% до 1 из 7. Возросло число выздоровевших до 66%. Снизилась занятость коек с 90 до 40%. В связи чем в 7 регионах уже закрыты 15 дополнительных провизорных стационаров. Вы знаете, даже если быть скептиком и не принимать на веру официальные данные, то лично у меня была возможность своими глазами убедиться, что карантин не бесполезен. Так получилось, что ровно месяц назад мне пришлось сходить в поликлинику. Тогда я просидел в очереди часа 4, не меньше. На этой неделе снова ходил к врачу. Народу гораздо меньше. А вот после обеда практически вообще не было очередя. То есть работает. По этому поводу профессор, доктор медицинских наук Рафаил Розенссон привел мне интересную аналогию. Представьте себе, что у вас есть вязанка дров. И вот вы хотите, чтобы не было пожара. Вы оттащили эту вязанку дров подальше куда-то на песчаную площадку. Вы ее подожгли и она сгорела на три четверти. Четверть еще осталась. Если мы возьмем длительность вспышки коронавирусной инфекции по основным местам, где она уже состоялась. Испания, Италия. Кстати, с Исталии большая вспышка и началась в Европе. Нью-Йорк, Москва. Во всех этих местах прослеживается одна и та же закономерность. Продолжительные вспышки длилось около 75 дней. У нас с вами в Казахстане начало гореть примерно 2-3 июня. То есть на 3 августа мы прошли 60 дней. И для того, чтобы быть точно уверенным, что оно уже догорит, что потом будут только отдельные не сгоревшие сполохи. Где-то, ну там, отдельный какой-то уголек не прогорел, и он даст сполох, но ничего не подождет. Нужны эти 75 дней. Ну вот если решение о продлении было хоть и неожиданным, но встречено народом более-менее с пониманием, то по поводу обязательного ношения масок на улице говорить в этом смысле трудно. Особенно, когда нам пригрозили штрафами. 30 июля 2020 года в Министерство здравоохранения издан приказ, согласно которому граждане обязаны постоянно носить маски в общественных местах на улице. Также мы изучили международный опыт, который показывает, что не только в Казахстане, но и в ряде зарубежных стран введено обязательное ношение масок везде, как в закрытых помещениях, транспорте, так и на открытом воздухе. Особенно неразбериху внесли заявление о том, надо ли носить маски детям и тем, кто занимается спортом на улице. Например, на пробежке. Сначала вроде бы медицинское начальство твердо сказало «да, надо». Потом мнение изменилось на противоположное. Думаю, что такие метания не добавляют авторитета властям. Итак, сама по себе угроза штрафов многими в социальных сетях трактуется как попытка пополнить бюджет. Стали даже ходить слухи о неких плановых показателях для полиции. Ловить в сутки не меньше стальки-то нарушителей. Но потом, конечно, было официальное заявление, мол, это фейк, не верьте. Но, как говорится, осадочек-то остался. Самое грустное, что альтернатива таким штрафам – это поголовная сознательность казахстанцев. А это, увы, утопия. О том, что нужно носить маски, о том, что нужно мыть руки. Об этом Министерство здравоохранения очень четко убеждало казахстанцев, начиная с февраля. Ну и что? Это к чему-то привело? В начале июня, в первых числах июня, как только было объявлено о прекращении карантина, вот я помню этот мой ужас, как врача, как специалиста. 1 июня я иду в маске, в перчатках по своему проспекту республики. И навстречу мне толпы, молодежь обнимается, целуется. И я знаю, что через две недели это вспыхнет, вспыхнет синим пламенем. Но что может сделать один маленький врач? Ничего, только поплакать себе самому жилетку в платочек. Рафаил Розенсон говорит, что жить по соседству с коронавирусом нам теперь предстоит долго, пока не будет разработана эффективная вакцина. Громким победным сообщением на этот счет из России, США и Европы специалист не доверяет. По его прогнозам, мы будем ждать чего-то определенного до следующего лета. Причем ведь мало создать эту вакцину и доказать ее безопасности действия. Надо еще наладить массовое производство по доступной цене. Так что остается нам самим спасать себя. И ношение масок, мытье рук и сохранение социальной дистанции оказывается только 3% от тех мер, которые определяют успех. 97% успеха в победе над коронавирусной инфекцией. Это объявить уятом, объявить уятом наши казахстанские посиделки с отмечанием по 50, по 100, по 200 человек. Свадеб, похорон, обрезания, каких-то еще юбилеев и так далее. А с этим пока тяжело. Я набрал в поисковике запрос «Казахстан, той нарушение». Система сразу же выдала кучу новостных сообщений. Североказахстанская область. Свадьба на 40 человек. Западноказахстанская область. Массовое празднование дня рождения. Алматы. Той в палатке на 30 человек. Магастауская область. 100 человек на свадьбе. Продолжать можно долго. Да, изменить себя трудно, но надо. Впрочем, претензии есть не только к людям, которые нарушают карантин. У граждан тоже бывают причины возмущаться работой государственной системы здравоохранения. Например, жительница Алматы Анна Шабалдина опубликовала на своей странице в фейсбуке гневный пост о том, что она обратилась в свою поликлинику и вдруг оказалось, что медстраховки у нее нет, несмотря на оплаченные взносы. Как ИПС января я обязана была платить обязательные взносы за медицинскую страховку, что я и делала. И мне сказали, звоните 14-6 в фонд медицинского страхования и узнавайте, в чем дело. Я, естественно, начала звонить в этот фонд. И я, конечно, им не дозвонилась, потому что я не знаю почему. История Анны заинтересовала меня, потому что это не первый случай, который я встречаю. Наша редакция, конечно же, обратилась за комментарием в фонд социального медицинского страхования. И там подтвердили, да, такое бывает по самым разным причинам. Случа бывает разный. В первую очередь, это получается, если у гражданина были задолженности за предыдущий период. К примеру, если он производил, работодатель его производил отчисления или взносы с февраля месяца по июль месяц, однако за январь у него возникает задолженность, которую он сам должен покатить как самостоятельный платежщик. В этом случае он, возможно, не попал в нашу систему, у него статус не застрахован. Что касается Анны, то выяснилось, что девушка случайно пропустила оплату за один месяц в февраль. Она, конечно же, все доплатила, но у нее возник, на мой взгляд, совершенно резонный вопрос. Хорошо, за один месяц оплата не была, но за остальные-то была. Неужели это не повод был сделать ее участником системы? Моя бухгалтера, она сделала выписку из моего личного кабинета налогоплательщика, за что за полгода к ним ушли больше 17 тысяч тенге моих денег. То есть все эти деньги действительно уходили, все эти деньги были ими приняты, ни один платеж не вернулся. Никто мне не сказал, что что-то не так, что я что-то не так сделала, что я где-то что-то просрочила. Никаких уведомлений мне не приходило. Обиднее всего, что в той ситуации Анна не смогла дозвониться в колл-центр фонда. Пришлось скачивать специальное приложение и подавать жалобу через него. Ну и, конечно, это возмущение она выплеснула в социальную сеть. Историей заинтересовали журналисты, и вот тогда пошла обратная связь. И из фонда позвонили, и главврач поликлиники позвонил. Но мне кажется, что вмешательство СМИ это все-таки крайняя точка. Должны быть какие-то алгоритмы действий. Как решать такие проблемы? Ваш алгоритм действий вы можете через сортенную работу в первую очередь проверить на все наличие платежей. Если за какой-то определенный период у вас выявилось то, что у вас были пробелы, во всех медицинских организациях, к примеру, есть КАСА-24 терминала такие, да, и Киви кошелек. Или же есть мобильное приложение КАСПИ-банка. При мобильном приложении КАСПИ-банка, когда вы отправляете платеж за пропущенный период, вам необходимо подождать минут 30-15. За это время вам присвоят автоматический статус застрахованного. Забавно, что на вопрос, что делают в фонде социального медицинского страхования, чтобы минимизировать такие ошибки в системе, прозвучал вот такой ответ. Сейчас, в данное время, как-то, я считаю, неправильно будет требовать от молодого фонда, который в целом сейчас меняется, система в целом здравоохранения, что сегодня или завтра какие-то проблемы, да, информационных систем у нас также, да, разъяснительная работа, да, что на быстрым шагом перейдет, и все люди будут застрахованы, и все будут понимать, что такое СМС. К этому мы придем шаг за шагом. Это не как-то срочный проект, это долгосрочный проект, который требуется определенной работы и доработки информационной системы и так далее. По-моему, ответ, мягко говоря, странный. Как это неправильно требовать от фонда? Извините, ребята, вы с нашими деньгами работаете. Это от наших доходов отрезают куски. И если вдруг выясняется, что эти средства уходили куда-то там не туда, или что-то там неправильно было оформлено, то я, как клиент, имею полное право на возмущение. А тем более, что сменить фонд я никак не могу. Между прочим, некоторые эксперты так и предлагают отдать функции ФСМС в конкурентную среду. Что ж, к другим темам. На 5,7% выросли цены на социально значимые товары с начала этого года. Об этом на неделе заявил вице-министр торговли и интеграции Азамат Аскарулы. По словам чиновника, это самое низкое значение за последние пять лет. Действенным инструментом сдерживания цен наряду с установлением предельных цен является оборотная схема формирования стабилизационных фондов, продуманная логистика и цифровизация цепочки поставок продуктов. На предоставление льготных займов оборотной схемы торговым сетям в этом году выделено из местных бюджетов 17 миллиардов тенге. По сравнению, в прошлом году данная цифра составляла 2 миллиарда тенге. То есть рост несколько раз. Регионы наконец воспользуются рыночными инструментами сдерживания цен с применением встречных обязательств. Оказывается, есть отрасли, которые могут быть весьма прибыльными даже в условиях коронакризиса. Например, овцеводство. Более того, Казахстан может стать лидером по экспорту баранины. Возможно ли это и чем сегодня живет отрасль, разбирался Виталий Муртазин. Сегодня в Казахстане насчитывается 19 миллионов овец. При этом потенциал отрасли куда больше – 50 миллионов. В этом уверен председатель ассоциации овцеводов Алмазбек Садырбаев. Для достижения этого показателя фермеры обратились с несколькими предложениями к министру сельского хозяйства. Если раньше овцеводы получали лишь какой-то процент от общей суммы, то в этом году финансирование было целенаправленным. Это уже дало ощутимый толчок развитию отрасли. Это единственная отрасль, которая на сегодняшний день обеспечивает на 102% внутренний рынок. Более того, казахстанская баранина с успехом была принята и за рубежом. Только в прошлом году на экспорт отправили около 3000 тонн мяса или 200 тысяч овец. С этими жалкими тремя тысячами, которые без всяких мер государственной поддержки мы экспортировали, Казахстан ворвался в двадцатку мировых лидеров-экспортеров баранины. Вау! При этом всего несколько лет назад ситуация была плачевной. Так Тимирхану Мукушеву из Акмолинской области пришлось уничтожить все свое поголовье. А все потому, что фермеру не на что было содержать животных. Ведь поддержки со стороны государства не было никакой, вспоминает предприниматель. В то время, когда мы держали, вот в течение 20-ти последних, во всяком случае, период, когда мы содержали овец, со стороны государства ни копейки, ни копейки, я повторяю и подчеркиваю, не было поддержки этой отрасли. Сейчас такая поддержка есть. При этом овцеводы отмечают, что помощь со стороны государства не должна ограничиваться субсидиями и кредитами. Важно обеспечить рентабельность и достойный рынок сбыта. Тем более сейчас, когда из-за пандемии закрыты многие точки продаж. Мы потеряли рынок сбыта. Рынок сбыта был город Алматы. Был Иран. Был, куда еще отправляли? Саудовская радио отправляли, весь наш ход. Теперь из-за этой пандемии, потому что нет вывоза, не летают самолеты, не могут резаться. Все, скажем, рестораны, которые брали город Алматы, они все закрыты. Все закрыты. Немногочисленные рынки и розничная продажа ситуацию не спасают. В итоге из-за сильного профицита цена на мясо начнет падать. Многие фермеры рискуют уйти в минус, а то и вовсе обанкротятся. За решением этого вопроса предприниматели обратились в Минсельхоз. Чиновники обещали помочь. Если все пройдет хорошо, такой глобальный рынок сбыта может вывести Казахстан в тройку мировых лидеров по экспорту баранины, считает Алмазбек Садрыбаев. Аналитики не так оптимистичны и прочат лишь пятое место в мире, что тоже довольно неплохо. Для этого, считают эксперты, нам надо увеличить поголовье скота, дать фермерам соответствующие земельные наделы и улучшать систему финансирования. Кстати, если говорить о поддержке казахстанского экспорта, то помощь государства сейчас очень нужна и мукомолам. На этой неделе в НПП Атамикен выступили с заявлением о неравных условиях по экспорту казахстанской муки и зерна. Таджикистан, Узбекистан и Киргизия уже несколько лет проводят дискриминационную политику, делая поставки переработанной продукции невыгодными. Это Таджикистан. В 2008 году мы туда экспортировали почти полмиллиона тонн муки. Буквально в последние годы мы туда экспортировали максимум 50 тысяч тонн. То есть колоссальная разница. В 10 раз упал экспорт муки. Таджикистан применяет дифференцированный НДС при импорте зерна и муки. Например, при импорте зерна они применяют НДС 10%. При импорте муки они применяют 18%. То есть 8% – огромнейшая разница по НДС. Это создает, конечно же, неравный доступ товаров на этот рынок. Вследствие чего последние годы Таджикистан выращивают импорт зерна. А Кыргызстан вовсе обнулил ставку налога на добавленную стоимость для импорта зерна. Таким образом, эти страны создают условия, при которых выгоднее завозить казахстанское зерно. Некоторые предприятия у них смешивают казахстанскую пшеницу с местной и выдают этот продукт за нашу муку. Сравните объемы экспорта муки только в Узбекистан. В 2012 году – 1,2 миллиона тонн. В 2019 году – всего 388 тысяч тонн. При этом поставки пшеницы, наоборот, выросли. В 2012 году – 658 тысяч тонн. В 2019 году – 2,1 миллиона тонн. Ввели дифференцированные ставки импортных пшениц. То есть, по сути, одно и то же, название разное. Также создаются неравные условия для зерна 0%, для возимых 10%. То есть, разница тоже колоссальная. Также там применяются абсолютно разные ставки по тарифам на железнодорожные перевозки. Там тоже получается разница практически в 22 доллара. У нас таких разницы нет. То есть, в Казахстане нет такой разницы для транзита. Узбекской продукции, например, российскую федерацию нет. Из-за этой, как я уже сказал, дискриминационной политики казахстанских мукомолов выдавливают с рынков, которые традиционно были нашими. Например, из Афганистана. Об этой проблеме уже много лет говорит глава Союза зернопереработчиков Евгений Ганн. Что ж, теперь можно считать, что к его голосу присоединился голос целой национальной палаты предпринимателей. Мы недавно дискутировали в Фейсбуке с официальным представителем Министерства Евгений Ганн. Где мы предлагали, как раз таки, применять какой-то четкий алгоритм зеркальных мер. То есть, как только страна внедряет какой-то барьер, мы как-то должны четко, оперативно реагировать. Как правило, практика показывает, что данный барьер может действовать на протяжении нескольких километров. То есть, эти переговоры затягиваются. Мы понимаем, да, конечно, мы не снижаем работы профильных министерств, да. Но все-таки просим как-то более оперативно, более эффективно реагировать на данные барьеры. Вплоть до зеркальных мер. Ну а в целом о программах поддержки бизнеса, особенно малого и среднего, говорил на этой неделе министр национальной экономики Руслан Даленов. По его словам, объем кредитования для этого сектора увеличен на триллион тенге. Это дополнительные 400 миллиардов по программе «Экономика простых вещей» и новые 600 миллиардов тенге по линии Нацбанка. В целом в рамках четырех программ «Дорожная карта бизнеса», «Енбек», «Экономика простых вещей», «Программа национального банка» всего профинансировано в этом году более 11 тысяч проектов на сумму 864 миллиарда тенге с начала года. И на сегодня еще на рассмотрении находятся 3259 проектов на сумму 660 миллиардов тенге. Кроме того, для социально значимых продовольственных товаров ставка НДС снижена с 12 до 8%. Эта мера будет действовать до 1 октября. Такой же срок установлен и по льготным ставкам некоторых налогов. Значимая поддержка оказана в 29 наиболее пострадавших секторах экономики. Там до 1 октября установлены нулевые ставки по налогам и социальным платежам с фонда оплаты труда. Это индивидуальный подоход налог, обязательные пенсионные взносы, социальный налог, социальное отчисление взносов, отчисление на обязательное медицин страхование. Все эти налоги и платежи, по ним действует ставка ноль до 1 октября 2020 года. Освободить от уплаты КПН и ЭПН могут также индивидуальных предпринимателей, занимающихся электронной коммерцией. Об этом на заседании правительства говорил министр торговли и интеграции Бахат Султанов. Вообще, по данным его ведомства, отрасль бурно развивается. Объем рынка электронной торговли за первое полугодие 2020 составил 435 миллиардов тенге. Это почти 9,5% от общего объема розничной торговли. В то время карантина наблюдалось увеличение онлайн торговли, как я объяснял, и увеличение платежных операций. Согласно данным Национального банка, по состоянию на 1 мая 2020 года, объем безналичных операций в стране увеличился более чем в 2,5 раза и составил приблизительно 7,5 триллионов тенге. И в 2019 году эта величина составляла 2,8 триллиона тенге. Но вот сами игроки рынка говорят, что ситуацию стоит рассматривать шире. И тогда станет видно, что не все сегменты чувствуют себя хорошо. По сути, подъем произошел в онлайн-продажах продуктов и товаров. Но есть и те, кому срочно нужна поддержка. Ну, конечно, в связи с карантином, например, сфера развлечений, то есть Тикитон, компания, которая была одним из лидеров в сфере электронной коммерции, понятно сейчас в стагнации. Ну, и более того, как и многим другим компаниям, на самом деле, IT-сектора, я думаю, это та компания, которая нуждается сейчас в господдержке, потому что там стоит вопрос сохранения рабочих мест, да, каких-то там еще непредвиденных финансовых обязательств. Тем не менее, Алексей Иль уверен, что у казахстанских проектов в сфере электронной коммерции есть будущее. Самое главное – сохранить команды профессионалов. У них есть огромный опыт и разработки, и реализации, и привлечения инвесторов, в том числе иностранных. Кстати, о доступе к финансам. В Министерстве торговли рассчитывают на такой инструмент тоже. Для поддержки развития отечественных предпринимателей министерством предлагается проработать вопрос финансирования в рамках программ кредитования через банки второго уровня, микрофинансовые организации, а также субсидирование ставок вознаграждения по кредитам, консультации и сопровождении проектов. Кроме того, предлагается обратить внимание на условия кредитования, которые должны установить максимальный размер суммы кредита, срок кредитования, ставку вознаграждения и предусмотреть льготный период для погрешения кредитной задолженности. Что же касается освобождения от уплаты КПН и ИПН, то в Минторговле говорят о двух правилах. Доходы ИП от электронной торговли должны составлять не менее 40% от совокупного годового дохода и должна быть служба доставки товара, ну или хотя бы договор с какой-то почтовой компанией. Надеюсь, что больше условий придумывать не будут, а то ведь, по словам Алексея Ли, раньше механизмы поддержки со стороны государства получались ну очень уж зарегулированы. Это когда вроде бы меры какие-то внедрялись, но они внедрялись с такой огромной осторожностью, что кто-то вдруг начнет обманывать систему, что меры заявлены, под них не подпадал практически ни один нормальный игрок. То есть, вот были определенные послабления для электронной торговли, избавления от КПН, например. Но под вот эту меру господдержки никто из знакомых, ну реальных нормальных компаний в электронной коммерции не подпадал. Потому что там слишком большой круг ограничений был. На этом все. Увидимся в следующем выпуске проекта «Итоги Бриф» на канале Atomician Business. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok